Когда я смотрю в будущее, у меня нет никаких сомнений в том, что есть одна определенность. Это перемены. И темпы этих перемен будут только нарастать. Многие, например, люди моего возраста или представители наиболее уязвимых слоев общества, опасаются, что их оставят позади. Кажется, что сама скорость перемен сметает так много знакомого и утешительного. Но я не думаю, что нам следует переживать по этому поводу. Мы сможем понять будущее, если мы поймем уроки прошлого. Каждый день – это новое начало. И я знаю, что единственный способ прожить свою жизнь – это стараться делать то, что правильно, смотреть в будущее, принимать все, что приносит этот день, и доверять Богу. Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить или леять намного труднее. Молодым или старым, я считаю, что нам есть на что смотреть с уверенностью и надеждой, и мы должны оглядываться назад с гордостью. Хотя мы способны на великие добрые дела, история учит нас, что иногда мы нуждаемся в спасении от самих себя, от нашего безрассудства или нашей жадности. Когда жизнь начинает казаться тяжелой, отважные не ложатся, принимая поражение. Вместо этого они еще более полны решимости бороться за лучшее будущее. Возможно, мы слишком много внимания уделяем тому, что неправильно, и слишком мало тому, что правильно. Проблема уныния в том, что оно питается самим собой, и депрессия вызывает еще большую депрессию. Я не знаю единой формулы успеха, но на протяжении многих лет я наблюдала, что некоторые атрибуты лидерства универсальны и часто связаны с поиском способов побудить людей объединить свои усилия, свои таланты, свои идеи, свой энтузиазм и вдохновение, чтобы работать вместе. Именно сквозь призму истории мы должны смотреть на конфликты сегодняшнего дня, чтобы дать нам надежду на завтрашний день. Хотя мы и раньше столкались с проблемами, этот случай другой. На этот раз мы объединяемся со всеми народами по всему миру в общих усилиях, используя великие достижения науки и наше инстинктивное сострадание для исцеления. Мы добьемся успеха, и этот успех будет принадлежать каждому из нас. Мы должны утешиться тем, что хотя нам, возможно, еще многое предстоит пережить, лучшие дни вернутся. Мы снова будем с нашими друзьями. Мы снова будем с нашими семьями. Мы встретимся снова. И когда наступит мир, помните, что мы, сегодняшние дети, должны сделать завтрашний мир лучше и счастливее. Субтитры создавал DimaTorzok